Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, всем доброе утро, бонжур, хеллоу, добрый ранок, гудмонен и гутенабет, а гутенабет это спокойная ночь на немецком, гутенморген, гутенморген, Максим Перенчук, шалом. И мы переходим на 14 главу уже, 14 глава Мишлей, это мы продвигаемся, уже почти переходим экватор, всего есть 31 глава, 31 глава и мы с Божьей помощью пройдем. Надо, я вам советую, повторять, то есть вы после каждого урока выделите еще 5 минут на повторение, потому что тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай, это в перте вот сказано. То есть если просто слушаешь, понимаешь и находишь мудрые вещи, но потом ты их не повторяешь, то они как вымываются из памяти долговременной и дальше человек просто ими не пользуется. То есть он услышал классную вещь, как бы нашел бриллиант и потерял, нашел, потерял, нашел, потерял. Так не надо, нужно собирать, собирать бриллиантики в копилочку. Хорошо, всем доброе утро и мы начинаем 14 главу. 14 глава, это отрывок, который я слышал очень много раз от своего учителя Зехрано Цадик Левраха, Зехар Цадик Левраха, Равицкак Зильбер. Хорошо, я сейчас вспомнил его и тоже вспомнил, что у нас есть один из преподавателей ВАИКРа, Давид Плискин, и у него умер папа, вот буквально у него умер папа несколько дней назад, да, Давид? И вот он просил, чтобы сейчас душа папы поднимается на небо, как раз сейчас первые такие идут у него поднятия, в новый мир поднимается. И вот как раз сейчас потомки, его сын Давид Плискин, он сидит 7 дней, шива, он сидит сейчас дома, учит Тору в память о папе, все приходят, его утешают, вспоминают о папе хорошие, добрые слова говорят. И это помогает душе пройти вот эти вот первые уровни, самые тяжелые, и туда перейти в высшие миры. Значит, сегодня урок Лилу Нишама, Хаим Владимир бен Авраам. Хаим Владимир бен Авраам, и сейчас вот то, что мы учим Тору, оно его душе прям дает силу, он такой прям сейчас жах, очень наполнился силой, и вокруг все ангелы, все говорят, да, Хаим Владимир бен Авраам, хорошего ты сына оставил Давида Плискина, молодец он. С вами Михаил Петрусевич, шалом. Хорошо, значит, значит, отлично. Все, двигаемся дальше, 14 глава. Этот отрывок я слышал от Равыцка Казильбра, я вам скажу тот комментарий, который он давал очень интересный, и у нашей мамы сегодня день рождения, чтобы дай бог ей здоровья, по Григорианскому календарю 30 апреля, день рождения нашей мамы вот с Михаилом, и дай бог ей здоровья, чтобы она была до 120 лет здорова, шла в этом мире, собирала заповеди, и, естественно, чтобы была счастлива в вечном мире тоже. Ну, дай бог до 120 лет быть в этом мире, а потом уже там, мы все будем. Хорошо, значит, первый отрывок 14 главы звучит так. Хахмот нашим бантабейта. Значит, хахмот это мудрости женщины, дословно переводится мудрости женщин, не женщины, а женщин. Мудрости женщин, бантабейта, построит, строит дом. Вэй ивэйлэд, ивэйлэд это, переводят глупая, но ивэйлэд это, мы знаем, это сомнение, такая степотетическая женщина. Бэйадэ терсэна, она своими руками его разрушает. Значит, здесь очень интересная вещь, ну, во-первых, в Мишле царь Соломон, когда он говорит женщина, женщины, это не всегда значит женщина, это очень часто значит интеллект. Интеллект человека, он, так как это же притча, царь Соломон делает метафору, интеллект человека, он похож на женщину. Чем похож? Женщина, она в этом мире как воспринимающий объект, да, то есть есть мужчина, он, как иньянь, знаете, вот эта китайская история, что мужчина, он дающий, а женщина воспринимающая. Так, интеллект человека, это аспект восприятия, то есть человек рождается, у него как бы интеллект это пустой компьютер, и этот интеллект начинает воспринимать мудрости, которые, мудрости или глупости, которые идут с внешнего мира, и напитываться ими, как, это вот этот женский аспект восприятия. И получается, если женщина, то есть интеллект, собирает, собирает хохмот, хохма это мудрость, то есть здесь опять же построила дом, уподобляется вторая метафора, строить дом, это очень серьезный процесс. Вначале нужно выбрать участок, участок нужно замерить его, его там наклонность или не наклонность, потом делается фундамент, делается фундамент большой, если этот фундамент, в нем есть ошибка, то этот фундамент, он не выстоит, он на нем не застроит дом, то есть это очень серьезная инженерная работа, выстроить фундамент дома. Потом дома делается, делается же все по проекту, есть стены дома, все должно быть вымерено четенько по проекту. Теперь, если интеллект человека, вот здесь первое объяснение это, что это не женщина здесь имеется в виду, а имеется в виду интеллект. Если интеллект человека, он строится по, через хохмот, через мудрости, через наути, через божественную мудрость, то получается, можно построить дом, можно построить успешную жизнь, Это будет как такой дворец, выстроенный по проекту. Теперь Вэйвэлэд, Бэдэ, Тэрсэна. А если она ивэлэд, это стептик от слова улай. Грешник-стептик, он все подвергает сомнению и своими руками разрушает. То есть, что делает грешник-стептик? Он может себя называть гностик-агностик, как только они не придумывают, атеист, просто там вообще никак. Ты кто? Никто. Буддист. То есть, берут, что делают эти стептики, они разрушают любую мудрость. А кто сказал, а может это не так, а для меня не работает, а это раньше так было, а это позже так не будет. И интеллект, который построен на вот такую вот стептическую волну, он не воспринимает вот эту божественную мудрость. И получается, что человек своим стептицизмом, он рушит, рушит свою жизнь. Например, есть много людей, которые, я с ними встречался, вот они курят, например. Я им говорю, смотрите, на сигаре так же написано, что это вредно. Написано. Ученые сказали, а, знаем мы этих ученых, кто там они сказали, не сказали. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький убрет. Я говорю, так послушай, но есть же книга. Хорошо, даже если есть шанс на то, что это вредно. Есть книга, легкий способ бросить курить. Есть система. Есть еще пять книг на этот метод. Ну, то есть возьми, возьми мудрость ученых, врачей, психологов и примени ее к себе. Выстрои себя здоровым человеком без курения. Что говорит стептик? А, кто это все сказал, оно мне надо все, это все не работает. Я сам все знаю, буду курить и все. Это называется, когда интеллект своими руками, если женщина это интеллект, он разрушает возможности выстраивать жизнь. То есть человек, который не хочет учиться и не хочет воспринимать мудрость, он как бы рушит себе свою жизнь. Это если смотреть, что женщина это интеллект. Теперь, если смотреть на женщин как на женщин, то действительно бывают два типа женщин. Как есть такая известная мудрая поговорка, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая жена, по-моему, мудрая жена и удивленная теща. Ну, теща удивляется, что как это он смог, а жена, она действительно мудрая, которая ему помогла. Это второй вариант. И есть женщины, которые разрушают свои семьи своими руками, своей глупостью. И вот этот комментарий давал Равицкак Зильбер за цель. Он приводил пример в Торе, когда был Корах. Корах это был, по-моему, он был двоюродный брат Маше, да? Корах. И он был один из самых, на тот момент, великих и богатых людей в Израиле. Но ему не дали какую-то должность. И Корах, он не дали ему должность. То есть, все колено левее, они получили разные высоте должности. А Кораху не дали. И его жена начала его подначивать. Вот, смотри, как Маше вообще, как он тебя унизил, да как он Маше, вот как же тебе не стыдно. Посмотри, как он тебе плохо относится. И она его подначивала, чтобы он сделал восстание. Значит, Кораха она настроила, чтобы Корах выступил против Маше. Корах выступил против Маше. И с ним пошли 250 последователей, которые, опять же, здесь мы вернемся к началу этого отрывка. Когда они восприняли идею Кораха, как будто бы им это, да, да, Корах прав. И они все пошли за ним. И был там один Он Бен Пеллет. Его жена, его жена, Он Абен Пеллет, она ему говорит, слушай, а ты куда лезешь? Тебе какая разница, какая тебе разница, кто будет Корах или Маше? То есть, Маше Рабену ему Бог сказал, Корах, он борется за должность. А ты при чем? Ты не Коин, ты вообще не в этой истории. Куда ты лезешь? А Он Бен Пеллет говорит, нет, я пойду, я пойду с друзьями, буду бороться за идею. Она говорит, давай лучше поужинаем. И она ему приготовила вкусный ужин, напоила его там вином чуть-чуть. И, значит, он поздно заснул. Утром приходят за ним его вот эти вот зачинщики беспорядков звать. А она вышла такая, волосы распустила, все, они были все-таки священники, скромные. И они убежали. То есть, она не стала устраивать какие-то конфликты, скандалы и так далее. Она поступила как мудрая жена. Она, хитрость, это неплохое качество, когда идет для хорошей цели. Она так все организовала, что единственный, кто остался жив из-за чего, он Бен Пеллет. Понятно, да? То есть, женщины, они или строят свой дом своими руками, или своими руками его разрушают. Интеллект человека, или если он пользуется проверенной, правильной информацией, он строит свою жизнь. Если он скептик и так далее, то он может все свои возможности, он может на корню разрушать. Это первый отрывок был 14 главы. Второй отрывок. Второй отрывок, он нам дает инструменты, как, а как вообще управлять своим интеллектом. Как это делать? Говорит нам царь Соломон. Он говорит, будет идти прямо боящийся Бога. И будет искривлять, вот так вот будет криво скользить тот, кто позорит Бога. То есть, тот, кто отрицает Бога. Теперь, как эта штука работает? Каждый человек живет в своей модели мира. То есть, человек живет, вот он то, что сейчас видит, а все остальное это модель мира. Это воображение, это представление. И каждый человек живет в какой-то своей модели мира, которая состоит из представления о мироздании. Из представления о тех законах, по которым идет это мироздание. Из каких-то своих правил и принципов, по которых он должен действовать. Из каких-то своих представлений личных, что важно, что не важно. В общем, человек живет в какой-то модели мира, которая, ее нет в реальности. В реальности есть только вот этот момент здесь и сейчас. Фактическая реальность, то, что окружает человека в данную секунду. То, что можно пощупать, потрогать. Все остальное это представление. Это мир, иллюзии, мир воображения. Это модель мира, в которой человек живет. И 100% людей, они не помнят, откуда эта модель взялась. Эта модель, она формировалась под влиянием непонятно кого, непонятно когда, непонятно из каких источников. И у большинства людей она сформировалась в какую-то некую идею о мире, но как бы откуда она взялась, непонятно. Теперь, есть люди, которые восприняли идеи божественные о божественном сотворении мира, о Боге как источнике мироздания, о Боге, который управляет мирозданием. Вот моя теща присоединилась, Треса Васильевна, которая, слава Богу, вот она меня любит, она не удивляется, что у меня все хорошо. Правильно, она всегда знала, что все будет хорошо. Хорошо. Значит, еще раз, это я, все, что я сказал, это мои предположения, но я живу в такой реальности, мне так приятнее. Значит, когда у человека появляется в его модели мира божественное представление о том, что есть Бог, который мир сотворил, который миром управляет, и с которым можно установить личный контакт на уровне своей души, то у человека появляется эта модель мира, она становится другой. То есть он становится как бы сотворителем реальности. То есть человек, который соединяется с Богом, понимая, что вся реальность, она каждую секунду производится, сотворяется заново Богом и поддерживается Богом, и у меня есть с Богом контакт, и Бог, мало этого, он мне сообщил через те же Мишли, через Тору, сообщил, как все работает, то это появляется совершенно другая модель реальности, чем у какого-нибудь человека, который в его модели, там все произошло от обезьяны, случайным образом, никто ни за чем не следит, мир случайен, все происходит как-то так. Как-то так. Ну то есть есть люди, они живут в разных каких-то системах, и у большинства людей системы запутанные, и они как бы непонятно, кто шил костюм. Помните, было у Райкина, когда приходит мужик в костюме в таком, и все криво у него, косо, и он стоит на сцене и говорит, покажите мне того, кто шил этот костюм, я в ателье костюм заказывал, покажите, кто этот костюм шил. И выходит 10 человек на сцену, говорят, мы. Он говорит, в смысле мы? Один говорит ему, смотри, я пуговицы пришиваю, пуговицы, смотри, намертво пришиты, к пуговицам есть вопросы? Он говорит, нету, он все, так что ты хочешь. Значит, у большинства людей модель мира, она вот состоит из вот таких вот сборников, отовсюду обо всем. И теперь вернемся к отрывку. Значит, Олег, Бе, Яширо, Ире, Ашем. Значит, человек, который верит в Бога, он же верит в Бога, и на уровне ощущений связь достигается через страх и трепет перед Богом. Это очень важная такая идея, потому что человек чувствует мир через эмоции, и когда он принимает идею, размышляет об идее, что у него есть связь с создателем мироздания, который все мироздание держит, то у него должно появиться, если он эту идею реально почувствовал, у него должно внутри появиться трепет и страх. Страх, трепет, ну такое волнение, как минимум, что я сейчас вообще на контакт вышел с создателем мироздания. Ничего себе. То есть, как бы, если вы, вот представьте ситуацию, вы сидите, и тут к вам в комнату заходит Трамп и говорит, ну что, как дела у тебя там, или Владимир Владимирович, как дела, что хочешь, какие у тебя вообще вопросы ко мне. И человек сидит и думает, блин, сейчас не то скажу, не так скажу, или голову потеряю, или, значит, или советником стану, и все вопросы в жизни решу. Понятно, да? Когда у человека появляется страх перед Богом, то в любой ситуации он первым делом ориентируется на хозяина мира. И у него, получается, он везде ходит по самой короткой, прямой путь, он самый короткий, да? То есть, между двумя точками. Он спрашивает, что Бог от меня хочет? Как не нарушить волю Бога? Как сделать так, чтобы мой поступок, он шел в соответствии с божественной волей? А тогда Бог мне даст в любом поступке, он наполнит меня, то, что называется, благословение, удача и так далее. Ведь все понимают, что все зависит от Бога. Сколько раз человек предполагает, не получается. Или идет в ту сторону, повезло, все двери открываются. А иногда бывает, голову ломаешь, а оно не работает. Понятно, да? Значит, второй отрывок. Идет по прямой дороге боящейся Бога. Когда ты установил контакт с Богом, тогда для тебя любая дорога, которую ты выбираешь, исходя из божественного повеления, становится прямой. И в НЛО Сдрахав Бузеу. А тот, кто говорит, да, фигня это все про Бога, что ты мне рассказываешь, все случайно. Ну, случайно, так как ты будешь жить? У тебя тысяча желаний, вокруг тысяча человек, которые у каждой на своей волне. И как тогда жить? Все случайно. И ты ходишь грабли за граблями, грабли за граблями, грабли за граблями. А тебе все случайно, все случайно. Все не так. Я прав, а они не правы. А что ж ты столько раз уже, ты не прав. Ты прав, а у тебя не получается. Что же за жизнь такая? Понятно, да? Значит, давайте подведем итог. Первое. Нужно строить жизнь, исходя из хохмот. Это мудрость. Мудрость и выкладывать систему мудро. Значит, тогда строится дом, а сомнения, вот эти вот цинизм, скептицизм и так далее, это разрушает, разрушает жизнь. И второе. То есть лучше верить в Бога, работать на Бога, верить в свою божественную душу, верить в свою связь с создателем мироздания, чем верить, что ты обезьяна. Это как бы выбор, мне кажется, очевиден. Но те люди, которые верят в свою обезьянную как бы структуру, ну, у них есть тоже возможность вот так вот все. Тот, кто искривляет свои пути, искривляет свои пути, позорящий Бога. Кто не хочет быть от Бога, значит, пусть будет от обезьяны. Все, друзья, удачи, успехов, хорошего дня, чтобы у вас было много божественного света и вот того ощущения, когда ты делаешь все правильно, и тебе от этого приятно. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.